Традиция, слово спасибо. Очень трудно произносится в русских устах, и в нас трудно. И вот сегодня мы получили подарок, радостно говорим спасибо, и собрали всех, и мы завершаем выставку, замечательную выставку отряда времени. Мы очень рады тому, что эта выставка прошла с успехом, и мы очень рады тому, что эта выставка такая красивая и такая вермитажная. Мы все выставители стараемся делать и выбирать так, чтобы они были вермитажными и в общем соответствовали этому лозову нигде, кроме как в вермитаже. Вот это тоже выставка, но мы говорим о том, что это нигде, кроме как в вермитаже, потому что все знают, что это. Я читал, что мы без конца на стыдно повторяем историю с книжкой о голландской живописи, или о вермитаже. Ну что делать, у нас такая замечательная история, и она максимально капитализирована. Я очень благодарен всем тем, кто пришел сегодня, тем, кто сегодня приехал на этот день. Прежде всего спасибо Адриану Евгений, Абушаропову, Акеринова, директора галереи, портретной и ломбаски, портретной галереи, члену Путинского сайта Адриана Абушева и многих, многих других. Сейчас я перечисляю, не буду, у нас в этом много людей, причастных к искусству, причастных к вермитажу. У нас вышел прекрасный каталог, прекрасные тексты, включая мой, чудесные репродукции, причем есть замечательные репродукции. Репродукции Адриана все такие, как картины, а репродукции, такие классические, очень похожие на репродукции издательства «Оброга». Это сюжет, который мы обсуждали с Адрианом, но на самом деле те репродукции, которые мы считали, ну так, может быть, не очень, они на самом деле очень, даже очень и значительно лучше нынешних цифровых репродукций, потому что цифра и аналог, они разные вещи, цифра и правительные аналоги сложные. На это, к слову, я с удовольствием предоставляю слово, это взрывоку, из организаторов этой выставки, покровителю Адриана Кени. Мы, Стадеж, много работали вместе, выставки делали, кифры делали вместе. Он мне тут недавно напомнил, это рассказ, я как-то чуть-чуть подзабыл, он мне специально присылал каталог выставки, где на обложке «Черный квадрат», он был первый, кому мы дали «Черный квадрат» на выставку. «Черный квадрат» Малирия Черных. «Черный квадрат» Малирия Черных. Я помню, когда я встретил профессору Петрофский, и Дмитрий Волсаков, и Артель Генни, в Ленис, где Артель Генни, где был большой эксперт на Гени Foundation, и профессор Петрофский immediately сказал, что мы хотели бы иметь эксперт на «Авитаж» в Сен-Петербург. И для нас это было счастье от начала до конца. Мы вернулись в Сен-Петербург Музеем, это самый лучший в мире, это замечательная коллекция. И я думаю, что Артель Генни дали его best для его эксперт, он был бы поспорен с этой коллекцией, и я думаю, что это счастье и привилег, для того, чтобы иметь эту картину в «Авитаж», который был бы поспорен с одним из самых крупных картинок в коллекции Артель Генни. 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 возможность организации выставки, говорили о том, можно сделать выставку или нет, и наконец договорились о том, что выставка будет в Эрмитаже. И еще раз повторяю, эта выставка для нас удовольствие, большая честь и большая привилегия. Выставка работ художника, который был вдохновлен работами Эрмитажа. Андрей Генни был измирен по коллекции Эрмитажа. Он, как очень молодой человек, был в блэк и блэк, в его доме, в Белуше, в Руманске, и он был измирен по студии, которые были интересны в Эрмитаже. Он был измирен в его очень старые дни, в его очень старые дни, и он был интересен в арте, и он был измирен в Эрмитаж. И, конечно, он был измирен в Эрмитаже, он был измирен в этой экспедиции. И два пятия, «The Farm» и «The Hunter» от 1625, он был измирен в его первой пятиянести. Когда вы посмотрите, он был измирен в этой экспедиции. Это не измирен, но он был измирен во всех полезных артех. Но он был измирен в 那ло. Его по-громентирование, вauerе за огромный пилотаж, но он был для других. Он был измирен в икрульт. Он был измирен в Эрмитаже, по-громенам. Его по-громенам наAnne. Очень важно городе писать на Эрмитаж, Я думаю, что это великолепно для нас, чтобы подарить эту большую институцию. Произошло это в раннем возрасте в городном городе Румынии. Существует сейчас, когда мы видим работы Адриана здесь в Эрмитаже, это в каком-то смысле возвращение его в Эрмитаж, именно потому что он так рано познакомился с этими работами. Две работы в данной коллекции, на данной выставке, представлены работами Эрмитажными, в том числе и та работа, которую вы видите сейчас перед собой. Хотя, конечно, мы видим здесь разные влияния, в том числе мы можем говорить о том, что художник находится под влиянием голландской живописи, он ее интерпретирует по-своему интуитивно, а здесь же есть еще определенная интерпретация и трактовка работ Вангопа. Он счастливый иметь возможность представить эту работу, я оставить эту работу и нахожу. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я еще раз благодарю Адриана Генея за картину. Сейчас мы придумаем, как надо сделать, как выходит ее нам дарить. Адк-то нет у нас с собой. Сейчас принесут акт, мы его подпишем, но прежде чем подписать акт, два искусственных соображения. Нам очень теперь повезло. Адриана Генея непонятно, он какой же художник, фламандский, голландский, но поскольку Голландия теперь отменена, есть только нидерландский, то все в порядке. Нидерландский художник Ян Генея. Это первое. А второе, тоже важная вещь, известно, что таких охотников несколько, и есть в Дрэзенской галерее. А обычно, на самом деле, на мире много картин, которые во всех музеях есть, не только в современном искусстве. Так вот, выбор для нашей картины, для того, чтобы сделать вдохновение, показывает, что наша картина – лучший трэзер. Спасибо! Всё... сейчас, пожалуйста... АПЛОДИСМЕНТЫ И вы倒ervите за с А на камеру можно что делать? А на камеру можно? Красавица Переворачивайся Сложный и число Я на другой странице Вот это даёт всё. Спасибо. 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 Спасибо.